Комфорт и безопасность за приемлемые деньги. Вот основная задача этого курортного сезона. Начинается в безгубернатор. Однако тревогу сейчас вызывают частные охранные предприятия, с которыми работают санатории, лагеря и гостиницы. Не все из ЧОПов, например, имеют тревожные кнопки и группы быстрого реагирования. А порой охранники даже физически не способны выполнять свою работу. Смотрите, что получается. Так, в детском оздоровительном комплексе города Анапа. Охранник частной организации показал полное отсутствие знаний по алгоритмам действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Но самое, наверное, печальное, что он находился на посту в состоянии алкогольного пьянения. За такое отвечать должны руководители санаториев и сотрудники охранных предприятий, говорит Вениамин Кондратьев. Случись что, крайних искать будет поздно. Коллеги, вот поймите, и главы муниципальных образований, если, не дай бог, ЧП с любым санаторием произойдет, вот в части, где возникает вопрос с этим ЧОПом, с охраной, это будет ЧП не санатория. Это же ЧП не этого муниципального образования. Это будет ЧП краевого масштаба. И все будем подкидываться и прыгать. Так надо просто сейчас понавести вопрос с ЧОПами, которые охраняют здравницы. Если там явные нарушения, бардак. Ну вы хотя бы сигнализируйте об этом. Ну если пьяный сотрудник ЧОПа охраняет санаторий, о чем мы говорим? Перехраните вы эти ЧОПы с этими санаториями. Договора пересмотрите, посмотрите, как они составлены, составлены ли они вообще. Или они под копирку одним ЧОПом для всех написаны. И там все пункты, которые об ответственности, они там просто даже не предусматривались. В случае с детскими лагерями и санаториями, кроме охраны, работать там будут и инспекторы по делам несовершеннолетних. Их специально командируют на время высокого сезона. Проблема с детским отдыхом подкралась с другой стороны. Здравницы пытаются перепрофилировать на недетский досуг. В этом году уже шесть организаций отказались принимать ребят к себе на оздоровление. Детский отдых в Анапе был, есть и будет. Родители нам доверяют самое ценное и главное – своих детей. И вот мы должны, во-первых, обеспечить их отдыхом, а во-вторых, прогарантировать, что отдых будет безопасным. И дети живыми, здоровыми и оздоровленными вернутся в свои семьи. Вот что мы сегодня должны сделать. Сергей Павлович Усенко, вы посмотрите, имеют они право перепрофилирования или не имеют? Вот подвергните просто анализу изначально приводительные документы. Совершенно правильно вы здесь обозначали. Прошу обратить также внимание на недопустимость перепрофилирования детских учреждений и лагерей. Поэтому я эту тему отслеживаю. Вместе с тем попросил бы и мэра Анапы, и другим людям, которые этой проблемой занимаются, не дать возможность допустить такового. Еще одна проблема, которая влияет и на безопасность отдыха – нелегальные частные гостиницы. Зачастую они маскируются под жилые дома и без разрешения размещают у себя туристов. В случае чего владельцев таких заведений сложно привлечь к ответственности. Нет контроля за качеством услуг. Подобные незаконные гостиницы угрожают экономической безопасности региона. Налоги они, естественно, не платят. Губернатор предлагает разработать механизм, который вывел бы из тени таких дельцов. Возможно, ввести для владельцев бизнеса систему патентов или курортный сбор. Даны предложения конкретные с внесением в конкретные пункты федеральных нормативов, то, что касается размещения в малых средствах, вот в этих жилых домах пресловутых. Пресловутыми мы их делаем, они совсем не пресловутые. Они, во-первых, доход хороший приносят, во-вторых, они очень хорошо и капитально построены. Очень вопрос. Они для нас пресловутые, потому что они нам не по зубам. Вот поэтому пресловутые. Или зубов нет, или желания нет. Сегодня у нас 15 миллионов отдыхающих будет. И сколько мы заработаем с них? Опять, Гулькинос, мы 15 лет подряд по 10 миллионов было. Ну и что особо? И главы плачутся, денег нет. Курортных городов. Я еще раз подчеркиваю, давайте курортный сбор вводить. Давайте какой-то искать, тогда компромисс с ними. 50% опустят в бюджеты, в муниципальных образованиях. А 50% в федеральный бюджет. Может, на прокрая не забудут. Но какую инициативу надо вносить? Чтобы у главы вводить заинтересованность, ходить по этим домам пресловутым, как вы говорите. Вениамин Кондратьев предложил внести изменения и в законодательство об обязательной регистрации людей, заселяющихся в частные гостиницы. Связано это с усилением контроля за нелегальными мигрантами. За два с половиной года в край въехало около 400 тысяч иностранцев. Незаконному пребыванию способствует и местный бизнес, который набирает нелегалов и экономит на официальных рабочих. Бизнес, который покрывает нелегалов и нелегальных работников, так называемых, вот он должен попасть в максимальное поле зрения и понести всю суровость наказания за то, что он делает. Мало того, что мы налоги не получаем с этих нелегально работающих мигрантов, а второе, мы не понимаем вообще, кто там у них работает в их вагончиках и кто на самом деле под чьим именем там прячется. И я сейчас обращаюсь к бизнесу. Коллеги, давайте, знаете, слишком дорого может обойтись вам и нам ваша экономия на легальных мигрантах. За четыре месяца край уже посетили два миллиона туристов. И по сути летний курортный сезон в регионе уже начался, заметил губернатор. А с учетом того, что приедут и те, кто привык к заграничному сервису, стандарты отдыха на Кубани должны повыситься. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24.